Ну хорошо, я сфотографом упражнение. Я показывал просто раз или нет. Так, что здесь нарисовано? Вроде нет. В общем, слово сказала нет. А этот показывал? А этот показывал? Да. Так, а здесь что нарисовано? Да. Так, и вот это, например, что такое? Это то, что если мы смотрим в маленьком актабе, то кажется, что ДНХ засидит прямо там. Прямо вот тут ДНХ засидит? Да. А здесь что записано? Чипсев. А здесь? НРФ1. Что же это? Не слышал? А? Не слышал? А? Не слышал? Нет, это фактор. Нет, просто это чипсев для фактора ДНХ засидит, а ДНХ. Это вот это, как написано. Да. Так. А это что такое? Да. А это если смотреть на цвет в большом масштабе, то выясняет, что ДНХ. В большом, при большом, при хорошем решении, да. В масштабе я всегда путаю с такой большой и крупной маленькой. Вот когда хорошо видно, это большой масштаб, а это как? Как размером, как и Китай размером с Китаем? Это как большого масштаба или маленького? Большого. Крупномасштабная. 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 Да. Вот один к одному, это большой масштаб или маленький? Большой. Да, большой. Ну вот, вот, вот. Поэтому лучше говорить. Да. Ну хорошо. Ну так, later, да вот это что такое, тем не менее? С хорошим разрешением, давайте. Это что это с хорошим разрешением? Крупномасштабный и более детальный. Крупномасштабный и более детальный. Хорошо. То есть это крупней масштаб. Так, замечательно. Это что в крупном масштабе? Доступность. Доступность. Так, а это? Консервативность. Консервативность. Чудесно. А по какому пункту здесь надо радоваться? Там, где там, где не существует. Там не существует. Там консервативность и доступность. Замечательно. А это что такое, наконец? Ну, еще лучше. Замечательно. Хорошо, посмотрите. Так. А вот это что такое? То же самое. А почему здесь хватит еще одна такая штучка, а здесь какая-то полосочка? Сейчас. Там по бокам, там по бокам, там по бокам. Годите. Вот сайты связаны. Нет, смотрите. тут точно рисунок. Много-много сайтов связаны. Я, наверное, хватил. Упорядочены они по доступности. И это действительно доступность у вас хорошего подрешения. Это каждая строчка отдельный сайт. А здесь каждая строчка отдельный сайт, но упорядочены они по пользовательности. А сайты определены чипсеком. Нет, глупость говорю. Сайты определены поисками мотива. Но не або где, а в участках доступных для ДНК. Мы берем участки доступных для ДНК, заищем там мотив для сайта, упорядочиваем по доступности и получаем вот такую чудесную картину. Да, замечательно. А почему эти белые полосочки? Потому что там ДНК будет горизонт и будет доступно для ДНК. Да, замечательно. Отлично. Так. Ну да, это все уже понятно. Да, это то же самое как новый папа. Да, это структура, это доступность всех сайтов, это доступность средней, то есть вот эта картинка, это есть усреднение вот этой картинки с тискиванием по вертикали. А это для разных сайтов, соответственно, нарисована вот эта штука синим, а доступность, опс, виноват, это самая, как ее зовут, консервативность красная. Да, видно, что где доступна там консервативность. Хорошо. Так, а количество? Минны просите рассказывать, поэтому я лучше рассказывать долго кругом. Так, просите сейчас. Первый раз. Ну, вот это все. То, что написано. Да. Большая куча клеток, это 560, думаю. Да. Более точно большая куча клеток, а это просто принты опять, где указаны. Да. Ну, и кого они фиксовали? Промотают. Промотают. Замечательно. Да. Это вот средняя доступность. Нет, это, я думаю, тоже доступность просто. Нет, это средняя доступность тоже, да. А это вот защищенный участок куклеотики, который вот, замечательно. Кстати, интересный вопрос, ответ на который я не знаю, это как они здесь выравнивают. Потому что, кстати, я понимаю, как выравнивают мотивы. А, как выравнивают промоуты, на самом деле, не очень понятно. То есть, они усимизируют исходство профилей, чтобы... А, профилей доступности. Ну, это понятно, что эти штуки надо сфазировать, чтобы там черненький был подчеркнут, мобилиненько подбили. Замечательно, а? А это то же самое, только опять, с красным, синим доступность. И вот видно, что в среднем промоуты, в принципе, открыт, но там, где полимераза, он, наоборот, весь защищен. Да что же на открытых меня все время? Это шай кнопки нажимая, я хорошо. Вот. И, соответственно, видно, что промоуты консервативы. Интересный вопрос, и очень удивительный. Почему фланг промоутера менее консервативный, чем последовательный средний? И еще правый фланг можно было бы сказать, ну, там где-то клины начинаются, и где-то консервативные, поэтому это наоборот консервативный где-то. Но почему участок левее промоутера строго левее, менее консервативный, чем участок просто левее? Вот. Значит, вот это, на самом деле, удивительный продукт. Я не помню, мы его в прошлый раз хотели обсудить или нет. Вот. Я не понимаю, что это должно быть. Если вы думаете, что это лучше, чем если мы его просто простим, так нет. А? А? Я вообще не думаю о том, что это. Вот. И вот это, значит, чудесная картинка, которая показывает, что если выровнять опять по центру футпринта, а потом относить по центру футпринта, посмотреть, где заканчиваются истинги, где заканчиваются истинги, опять шпик в конце, но окажется хорошая картинка, что футпринта, это середина футпринта, это практически точно. Опять шпик в конец раскрыта, а те, жесткие теги, они так вот довольно хорошо подходят. У меня есть очень сильное подозрение, что автор этой картинки перебют три цвета. Потому что концы истинги – вещь случайная, и они вообще, говоря до 5 век, значит, конца раскрыты, заканчиваются и должны, должны заканчиваться, где получится. А кейдж, как бы основная идея кейджевской технологии, что они точно картинят пять веками, стоящие для них, ну, пять. То есть на картинке рисована ровно наоборот, та оранжевая точка, которая истинга, а кейдж – зеленая, вот так вот. Я сильно подозреваю, что тут прибукнут цвета. Я дальше себе пропишу, чтобы пройти позже. Ого! Все, чудесно. Каждый год я потыкаюсь, каждый год забываю проверить после этого, поэтому я просто прощитил, и решил, что я все это записываю прямо так. Вот, да, значит, это картинка про то, что мы можем достать мотивы. Мы можем взять много-много клеточных линий, взять много-много футплинтов. Вот, написано, что у них есть один футплинт, днказанный на клеточную линию. Значит, получается 45 миллионов футплинтов, что примерно соответствует 41 и 011. Это, кстати, интересная вещь. Потому что здесь у нас 41 клеточная линия, и на каждую клеточную линию приходится миллион футплинтов. Сколько всего этого футплинтов? На самом деле, конечно, не 41, потому что нормальный клеточный читатель догадался, что они в метро-клеточных линиях должны совпадать. Это про мотеры, например. Мотеры, в общем, вообще клеточных линиях. Ну да, они какие-то могут быть неспецифичные, но вообще-то должно быть какое-то перекрытие. Поэтому, по-видимому, здесь имеется в виду не уникальный футплинт, а всего футплинта. Футплинты, которые легли на одно и то же место, они по-видимому считают заразными. Вот, дальше мы можем искать мотивы, и вот получается, что действительно какие-то новые мотивы можно найти. И они себя ведут ровно так, как себя должны вести сайты связывания. Потому что у них то же самое, значит, они более защищенные, с каким-то таким изломанным паттером, и более консервативные тоже с каким-то изломанным паттером. Так вроде все. Вот для двух неизвестных мотивов, тут сверху эти картинки привезли. Все очень поучительно. Вот. Да, я, на самом деле, тоже рассказывал, потом в конце спешил, поэтому все про это и так забыли. Значит, можно смотреть... Значит, если у вас есть участки открытые для хроматинов, вы можете там смотреть в отсылы для уже известных паттеров или для неизвестных, которые вы придумали. И если определять промоутер как участок близких к пяческой концу гена и открытые ДНКЗ, ну вот таким вот, значит, полуоткрытый пол, значит, открытые по краям и открытые в середине, и определять инханцер тоже как участок, как внутри ДНКЗ, он должен быть открыт, потому что иначе фактор транслипции тоже не сберется, он не будет инханцер. Но можно брать в плане промоутер инханцер, ну просто те, которые ближе всего расположены в генометах, без особых засей. Мы понимаем, что инханцер может быть очень далеко, даже не другое хромосоме, но это все-таки не будет как. В норме инханцер не слишком далеко. Вот. И смотреть, как вместе появляется, что... Смотреть эти корреляции появление мотива в промоутере и появление мотива в инханцер. Вот. И вот лихотипта белков, это опять текловая карта, значит, лихотипта белков имеется... лихотипта мотива, прошу прощения, имеется, какая-то вполне разумная корреляция. То есть мы знаем... Так мы так не просто можем предсказывать, какие белки, инханцерные и промоутерные, значит, как что-то коррегулируют и, возможно, образуют комплексы. Значит, мы можем смотреть, а там когда-то было построено одно семейство, значит, мы можем смотреть сразу по всем семействам, и оказывается, что действительно таким способом до некоторой степени воспроизводятся известные революционные каскады, что прошу. Потому что это основание надеяется, что остальное, что предсказано, тоже может иметь какое-то отношение вести. Значит, дальше можно идти, по-моему, пытаться так. Может поднять, нет ли мы и взаимодействие. Опять я про это говорил, но стоит. Значит, как устроен человек всех? Вы наливаете промоэнтегид, и все связывается со всем. То есть белки с белками и белки с ДНК. Поэтому, если у вас есть два белка, один из которых ДНК помодействует непосредственно, а другой помодействует с первым белком, то, значит, в сети второй белок тоже будет давать в пике, когда вы тянете за второй белок. Просто не напрямую, а через последний белок. И такого рода штуки вынимаются следующим способом. Опять, вы берете... Вы все ищете только внутри... Сочетатель здесь сделан. Наверное, тоже можно искать внутри участок подкрытки ДНК. Можно делать один из тех, просто по-чететским экспериментам. На самом деле, не так важно. Просто вы берете дополнительный фильтр или нет. И смотрите на штуковском эксперименте. Вот вы потянули за какой-то белок, а потом смотрите, какие мотивы перепредставлены в участках ДНК, которые за этот белок вытянут. И там может не оказаться вообще какого мотива, и тогда это хорошее соображение, что это связывание не прямое, а может оказаться мотив от какого-нибудь известного фактора, а вовсе не от того, за который вытянули. Тогда любые мотивы совпадают, но мы можем прямой проверить, либо, опять-таки, не прямое связывание, не даже известно, через какого партнера. И вот, значит, люди смотрят всякие корреляции между такими самостоятельными данными, и, опять-таки, воспроизводят какую-то часть известных комплексов, а потом, когда руками говорят, вот видите, мы вот эти известные комплексы увидели, значит, что остальное, что мы увидели, тоже вполне может быть научно интересным, и уважаемые товарищи биологи, и тема. Вот. Понимая специфичность, вы можете отсмотреть за день, да, тоже эту картинку показывал. А, ну, давайте я скажу второй раз, все равно другие ходят. Через раз как раз можно подсчетно рассказывать одни, две недели, а еще раз неделю другие рассказывают. Вот, значит, а те, кто ходят каждый день, выучат каждую неделю, зато выучатся внизу, и станут трудными, тоже хорошо. Вот. Значит, ну да, и тем самым можно смотреть открытость ДНК за разными клеточных линиях, смотреть в этих участках, вот, дифференциально открытых, сайты связывания, и, ну, тут я не думаю, что типичный пример, ну, это красивый пример, когда действительно есть нейроноспецифичный, по-видимому, репрессор, вот он всюду связывается, и ген не работает, а вот здесь он все открыто, репрессор не связался, и ген работает. Ну, а дальше в прямом, вот, типа нейронная ткань, как и положено, и там работает, не работает, можно посмотреть в кремовке той же самой клеточной линии, опять-таки эти данные, скорее всего, идут. Вот. Ну, и вот тут начнется распределение известных мотивов по открытым сайтам, или новых мотивов по открытым сайтам в разных тканях. Да, вот из них группы тканинспецифичных регуляторов тоже все очень хорошо идут. Можно, если мы вот у энхансеры, то вот это разные клеточные линии, а это разные энхансеры. И вот видно, что некоторые энхансеры бывают открыты и закрыты. Одновременно, то есть тем самым, они повидно регулируют гены, а вот временно индустрируемая стала быть относящейся в таком широком смысле к одной функциональной системе. Значит, тоже замечательно, интересный групп. А вот этого я уже не помогал, я даже на этом остановился, потому что я не знаю, что это свои. Надея была такая, что они взяли часть этих представителей санхансеров, посмотрели для санхансеров на какие другие энхансеры они похожи. Известные. Известных энхансеров известно, каких. Это вот The Daniel Rario, если правильно понимаю. Есть такой стандартный какой-то тест, когда здесь энхансеры подсаживают The Daniel Rario и смотрят на нарушение развития. Видимо, образом, работает. И оказывается, что да, предсказные энхансеры ведут себя так же регулируют работу репортерного кена, как известные энхансеры, на которых они похожи. Такая не безумно прямая, но все-таки какая-никакая. спериментальная проверка им написано, что больше половины инхансеров предсказаны активностью, активность имеет такой вот такой предсказ. На самом деле, еще раз. Опять. Мы сводим биологию из поисков темной кошки в комнате, где неизвестно, есть она или нет. Ну, надо просто вам дать геном, ищите там энхансеры. Ищите там все энхансеры как специфичные, я не знаю, для третьей недели развития. Не можно убыть с этим. Вот. А когда есть прямые кандидаты, которых надо проверять, то это уже становится какой-то вполне решаемой задачей. И ситуация, в этом смысле, до некоторой степени аналогичная ситуация с предсказанием инцидии. Опять, когда у вас есть распортер, что убийца есть специфичность, это можно убийц пересказать. А если это распортер метеонина, то прокат для метеонина. И будет или правда, или не правда. Но если правда, то хорошо, если правда, то думаете дальше в следующей информации. И это тоже картинка была, Таня только вспомнила, это как раз была подводка к сетям, что мы можем рисовать разные сети, да, мы можем брать чексековские эксперименты прямые-непрямые, и местная тепловая партия для реакции просто рисовать партия партия в горшинах, а палочками соединять те мотивы, которые являются скровизированы. Можно смотреть появление мотивов в... Для факторов транскрипции, если у вас есть гены, у них есть промоутер и танцер, можно смотреть, какие факторы транскрипции с этими промоутерами и танцерами связываются днк с разными силами с разными силами с разными сайтами, опять это тоже можно из этого трилляции делать, но вот это пока не особо не плохо. мы видим такие чудесные картинки. Что здесь нарисовано? Здесь нарисовано вот что. Это регуляторы, это регулируемые гены, и вот на этих картинках на панельках нарисованы разные клеточные линии, и черным нарисованы вообще все взаимодействия, которые мы тогда доведем, а в желтым нарисованы те взаимодействия, которые работают ровно в этой ткани, а в этих не работают. То есть такие ткани специфичные. Вот видно, что в крови много ткани специфичных взаимодействий, но в системе развития зародыша много ткани специфичных взаимодействий, там еще где-то такое, да, краковых много, в амбриональных клеточных линиях все взаимодействия специфичные, то есть не отъявляются в амбриональных клеточных линиях. Ну да, в амбриональных клеточных вот. И все это мы получаем теперь не просто такое статическое описание в виде сети, но мы в общем получаем некую ну еще не совсем динамику, а затем еще рефициальную сортилку по разным типам клеток. Опять, при биологике это страшно круто. вот, а здесь те же самые взаимодействия раскрашены в зависимости от того, если я правильно помню, в каком количестве клетчатых линий они появляются. То есть вы делите все взаимодействия на более-менее ткань специфичные и на вас более-менее универсальные. Соответственно, вы там отличаете то, что, отличается развитие конкретной ткани от каких-то взаимодействий каких-то домашнего хозяйства, которые есть у всех. Вот это я уже точно не показывал. Значит, можно их устраивать в иерархии, когда у вас есть, но тут есть и факторы и микро-РНК, факторы в кружочке эти самые, как это зовут, микро-РНК, но факторы треугольники. Кстати, я не знаю, что это нарисовано, микро-РНК, поведение в кружочке, и есть взаимодействия, которые экспериментально откуда-то знаете, то уже какое-нибудь реальное на самом деле упражнение выстроить из них иерархию так, чтобы было много взаимодействий сверху-вниз и малых взаимодействий снизу-вверх. Вот, примерно, как нашему государству, чтобы сверху-вниз были команды, а снизу-вверх значит, ничего не протекало. И это, насколько я понимаю, я это на самом деле не спрашиваю, мне хорошо спросить кого-нибудь, кто-то понимает, но, насколько я понимаю, это так по негативной реальному графу это, вообще, да, если у нас это призвольный граф, а циклический, хотя бы даже и циклический, неважно, с ориентированными и направленными лёгами, то так выстроили крышленовая радио с заданным количеством этажей, что было много взаимодействий вниз, мало взаимодействий стрелок снизу-вверх. Да, можно по-разному формулировать, да, можно там разрешать, ходить внутри этажа и не разрешать, можно там разрешать проскорки через этаж и не разрешать, разрешать придётся обязательно, потому что иначе просто был внутренний противоречен. Вот. Но люди это делают и оказывается, что действительно похоже, что... Да нет, а дальше интересная облачь, что, кстати, никто не сделал. Потому что они решили в этой федерации и говорят, что это здорово. Мало стрелочек зелёных сверху-вниз, мало стрелочек красных снизу-вниз. А интересный вопрос такой, а если взять случайный граф с такими же статистическими свойствами, с такой-таки такие же, я могу в следующей серии как раз рассказывать, но в таком-то смысле в такой же случайный граф то вот его удается выложить в Иерархии или нет? Может быть, на самом деле никакого чуда здесь биологического нет, но всегда так должно получаться. Я не знаю, я не помню такого, чтобы кто-нибудь смотри, я лапу раду, сейчас я тебе скажу, да? Вот. Смотрели мультификации без сторону. Да? Потому что открытие закрытых хроматин, конечно, ничего не зависит от того, как мультифицированность гистота. за тут это только милием открытости. А физиологические причины открытости это правильная инфекция гистота. И в каком-то количестве клеток посмотрели основные модификации, ну а дальше вот эта часть. Но тут довольно систематически несколько мультификаций посмотрели полуфердюжин их клеток, в общем, вполне интересно не получать, это должно получаться. А остальное как-то парадически распитано. И посмотрим уже милочь хорошо. Ну а дальше опять, если у нас есть сайты связывания, то вот теперь мы берем чипсековские данные, центруем сайты связывания, центруем фрагменты по сайту связывания, которые мы определяем и последовательные результаты известного в наш чипсековский условный пик , а потом можно посмотреть как мультифицированные гистоны в окрестности этого сайта связываются. И тут вот картинка, значит, они брали конкретный третий гистон, трижды метилировали по 27-му элитину. Это признак не помню чего, там какая-то большая инфекция инфекция этих сторон, я не помню времени. Вот, и можем в среднем мы возьмем клетки, в которых это слабый сигнал CTCF и сильный сигнал CTCF и там уже просто связывание раз, нет, наоборот, вот это где слабый сигнал CTCF слабый там ничего и нету, здесь сигнал CTCF сильный, а этот белок вот такой интересный, раньше говорили, что это инсуляторный белок, который функциональные домены в промокине друг от друга теряет, так что инфекция с промоутером не могут заимодействовать через CTCF. Ну понятно, у нас с промоутером взаимодействует вообще в больших расстояниях, и как там узнать, где его промоутер, с которым он должен взаимодействовать? Соответственно, какой промоутер тот, от которого ты не отдерешься с CTCF, с инсулятором. Вот. А сейчас похоже, что это, во-первых, не совсем так, если CTCF появляется много в день, не только в инсуляторах, похоже, что, скажем, у дозафилы и у позвоночных CTCF немножко работает по-разному, да, из каких-то структурных данных получается, но, тем не менее. Так что у нас получается такая, значит, средняя картинка, да, она не очень разумительная, потому что колоссальный шум. Но дальше мы можем взять индивидуальные паттерны, индивидуальные, это значит, индивидуальные профили, да, но так как любые профили мастеризуются. И вот получается сколько основных паттернов, ну а дальше можно над ними чатнуть и пытаться понимать, почему вот у одних генов гистон вот так модифицирован вот так, в общем, что это все значит. Вот. В частности, вот люди любят смотреть наличие асимметрии в модификации, да, но потому что если все симметрично, слева и справа, ну слева и справа, понятно относительно гена ближайшего. Если все симметрично, то непонятно, как этот сигнал связывается с сетисемом, может быть связан с геном. А если вот сетисем действительно разграничивает домены сразу модификацией хроматина, то это очень круто, сразу модификация не столько, прошу прощения, но это круто, можно думать, какой-то идеологический смысл стоит. И что здесь сделано, вот эта картинка, они брали симметрии вот этих картинок, и просто смотрели, вот насколько асимметрично, я не знаю, как они отрисовали, сейчас это пицца кумулятивное распределение, да, от самых сильных сигналов к самому славу, вот такого слова. Ну, после, не важно, вы можете смотреть для разных кроматинсвязывающих белков, значит, как устроены асимметрии нубификации относительно связанных манифакторов, и тоже пытаться сделать какую-то биологию привлекают. Вот это, конечно, чудесное, да, все предыдущее, это были просто примеры того, как у людей мысли кувыркаются, да, вот на того посмотрели, сего посмотрели, и, собственно, цель этих слайдов была, чтобы вы их запомнили, а затем, чтобы у вас тоже мысли кувыркало, при необходимости асимметрии. Так вот, по обучению гимнатики, знаете, самому не прыгать, а смотреть, как другие прыгают. эти пытаться повторить. Вот. А это, на самом деле, интересно, потому что здесь сделано вот, смотрите, здесь мы говорим, что гены регулируются факторами транскрипции, а связанные с факторами транскрипции зависит от функционального состояния хроматинга, от манификации гистон. Ну, давайте мы будем брать клеточные линии, для которых мы померили и гистоны, и сделали наши и по результатам этих самых манификации хроматина и, значит, оккупированности потенциальных сайтов своими факторами, будем предсказывать экспрессии гены. И здесь это сделано. Значит, экспрессию генов предсказывали по как раз интенсивности пика кейдж, вот в этом перемене кейдж, значит, по определению статуса, сколько транскриптов с этого места начинается. А дальше, значит, смотрели модификации гистонов, и по ним, значит, на какой-то выборке обучались, а потом в какой-то выборке применяли, не помню, технических деталей. И, в общем, это самая хорошая, на самом деле, инкроверляция, дописывается до пирсовская номер 9, а этот самый качественное предсказание, вот, то, что называется, площадь под кривой, операторный методистик, по-моему, называется по-русски, это технический термин, технических наук, английский это называется ROGTER, ресивера крейка, характеристика, площадь под... ну, это чтительность, если вы поддаете оттануете чтительность, другой, технический, меняете порог, получаете кривую, а потом берете площадь под этой кривой. Так вот, значит, вот это измеренная экспрессия, а это предсказанная экспрессия. И, в общем, на самом деле, довольно хорошая кривляция. Тут есть outlier или нурея, когда предсказано нурея, померяя нурея. Но совершенно непонятно, что это значит, что он действительно не сможет померять. Ну, по-видимому, следует здесь отрискнуть. А на том, что остается, в общем, приличная кривляция. Удивительным образом гистоны предсказывают лучше, чем факторы транспитции. Вот, казалось бы, факторы транспитции связываются с ДРК, так что-то активируют, что-то активируют. Вот они должны найти основную информацию об экспрессе едино. Значит, оказывается, что такая общая информация просто этот ген в настоящий момент открыт или закрыт, оказывается более информативной. А дальше вы еще можете упорядочить ваши гистоновые унификации или ваши факторы по относительной важности для предсказания. Это кто из них дает основной фактор предсказательства. И это, на самом деле, в данной ситуации очень-очень разумно. Мы это тоже накалывались, мы пытались похожую вещь делать на другой задачке. И с этим надо очень осторожно. Тут та же самая проблема, о которой я рассказывал пару лекций назад, когда вы пытаетесь сделать дефициальную взятость по уровню экспрессии ген. У вас есть очень много сильно стрелированных признаков, и в этой ситуации важность одного отдельного признака на самом деле вещь очень плохо определенная. Представьте себе такую ситуацию вырожденную, что у вас по недоумению какой-то признак просто повторили два. И он страшно важный, от него вообще все зависит. Но ему соответствуют две дорожки, абсолютно идентичные. Тогда веса у этих дорожек могут быть абсолютно любыми, потому что честно только и в сумме. но в среднем более это надо узнать. И все атеритмы, которые делают какое-нибудь линейное, более умное предсказание, приписывая веса разным признакам, они делают все равно хорошее предсказание. Но веса признаков при этом могут из опытного опыта, из двух разных прогнозов на копейке могут меняться со страшной силой. Есть ценные методы статистические, анализы данных, которые пытаются с этим бороться, которые пытаются из силы скрерированных признаков поставить только один, и рассматривать их как некую целую группу, и не пытаться прояснять кто их им главнее. Но опять-таки в нашей жизни опыт состоит в том, что это все очень страшно и получается все равно не очень убедительно. Это существенный экспериментальный биолог. Это существенный кусок в биологической работе, потому что у нас есть экспрессия каких-то генов, связывание каких-то факторов, скажите нам какие-то факторы важные какие-то. то их на самом деле не интересует насколько хорошо вы предсказываете пресс-югер. Потому что они все равно могут в любой момент понять. А есть задача понять, что вносит в это вклад. А вот существующие предсказательные методы, они все заточены на то, чтобы делать хорошее предсказание и не очень важно, какова иерархия признаков в распознающем праве. здесь хорошо предсказывают, что и слава богу. И это есть некая вот прямо сейчас в глазах появится некая наслежательная решительная проблема, которая выросла ровно из такого сорта информатических задач. Значит, можно, да, хорошее дело предсказывать промоутеры и предсказывать в каком направлении они работают. Потому что если у вас есть сайт открытые 2D указы, вы знаете, что там по краям открытые, а в середине на том, плотно закрытые. Вы знаете, что в этом месте 50 нуклеотидов это промоутер, но вообще вы не знаете, в какую сторону этот промоутер обработан, потому что все ваши данные не сфазированы относительно цепи. Есть отдельное естественное упражнение, что вот промоутер мы видим, давайте скажем это промоутер налево или промоутер направо. а именно давайте посмотрим вот это вот ДНК, вот это вот значит опять промоутер предсказанный через первую, значит доступность до первой ДНК, все открыто, все хорошо, через какую сторону это работает, но тут есть какая-то асимметрия, но она слабая, а на самом деле посмотрим опять на три-вентилированный четвертый резин третьего дистона и раз мы видим, что этот резин любит быть в пять-четыре конце траспит. Эта модификация маркирует на самом деле пять-четыре конце траспит. И теперь мы сразу узнаем, что это промоутер направо. Такая же картинка только усредненная, правда это промоутеры, а это граница, это сигнал ДНК, а это сигнал для этого самого премиселирования. Причем очень характерно, они все так устроены. Полный провал на самом промоутере, на самом такс-краспитере, и сильная модификация в начале траспитера, слабая модификация в левее промоутера. Вот наступая заднюю траспитера. Здесь почти то же самое видно, но не так ярко. Везде на самом деле есть основная модификация траспитера, и такая следовая, но все-таки больше, чем фон, в этом самом мозге от промоутера. Видно, что вот эта картинка, которая в качестве типичной, на самом деле самая хорошая. Это вот такая наука. Это связывание CTCF, который содержит динуклиатив Cg, а C, а C, а здесь просто Cg, который может быть метелирован, может быть не метеллирован. И в зависимости от этого метеллирование зависит от конкретного вида сайта. Да, артифы у них вообще общие, но на самом деле тривиальная вещь, которую я говорю в том, что если тут просто случайно ни здесь, ни здесь нет уже, то эта стазия метеллироваться не может, потому что метеллируется только либо Cg, либо Cg, а менее тривиальная вещь состоит в том, что даже если правильная буква там есть, то от сайта зависит, будет можно метеллироваться. А пространственные взаимодействия тоже может посмотреть разные, но это немножко другая история, да, я чуть не приготовил эти слайды. Это скорее не кодовские проекты, я тут в основном кодовские вещи рассказывал, а есть еще отдельные большие проекты по установлению пространства структуры кроматина, и там можно пытаться смотреть, но мы начали смотреть и немедленно задохнулись, потому что данные оказались такими замечательными прохотелами. У нас есть данные пространственные структуры кроматина, такие участки кому близкие. Я не совсем точно сказал, что я скажу, потому что данные пространственные структуры кроматина сообщают следующее. у нас есть популяция клеток и в какой доле этих клеток два данных участка сообщаются в какой доле клеток находились в контакте. Где контакт на клеток определяется от экспериментальных идей. Что такое контакт, где на самом деле определяется от экспериментальных идей. Это не то же самое, что пространственные близкие. Участки это чуть-чуть другая величина вероятность контакта. И дальше была идея, что если есть участки, которые часто находятся в контакте, то они будут связаны с одни и теми же факторами пространства. Очень хотелось, чтобы в клетках были такие пространственные лопусы, в которых жили бы факторы пространства и все темы в этом лопусе регулировали. Такие конструкционные фабрики, а еще более конструкционные цеха. И в общем хорошо не получилось с этим, потому что очень трудно отделаться от распределения картефактов типа непрямого связывания, белков сшитых и в общем всякое. Но с другой стороны очень хочется. И на самом деле по-низему я думаю, что ранее или поздно буду стать, научиться это чисто делать. Нужно даже наши вот и но так это интересная вещь, потому что те, с которыми я разговаривал, они верят, что инфекционные фабрики существуют. И что если аккуратно с этими данными поработать, то мы их обнаружим. А другие из каких-то тех примеров, которые я не знаю, не верят. Возьмите гены какие-нибудь нейроноспецифичные чем угодно их померите, где эти гены лежат в клетке. Ну понятно, вы можете взять их расположение гена в геноме появится в рецепт и вовсе они не лежат в таком одном месте, а растит там не знаю, как получится. Миш хотел, чтобы получились собрики, потому что это получается. генетиками на этом и массовыми данными закончены. Пора, которые следуют с того, что я платил, что, во-первых, эти данные штулы. Во-вторых, они страшно шумные, они такие замечательные, как я рассказывал, и еще менее замечательные чернописные статьи. То есть, когда вы с ними непосредственно пытаетесь работать, то вы имеете массу сюрпризов. И будьте готовы к тому, что это дело здесь будет страшно подоемко и не очень благодарны. Но, по-видимому, из них можно измельчать действительно кучу красивой биологии. И почему бы это не делать? А если вы, наоборот, биолог, у которого есть любимый ген, то очень есть смысл посмотреть, как ваш любимый ген себя ведет в разных тканях, с кем он рядом, какие факторы с ним связываются, и глядишь на вас какие-нибудь срабатыванные биологические соображения срабатывания на толпу. Вот. Поехали. Да, что, поехали? Вот. Начните. Эта наука на самом деле чуть более старая, чем такое массовые данные. Возникло примерно от примеров массовых данных, кроме метаболических сетей. Метаболические сети выросли без биостемии довольно-давно. Я не знаю, в лаборатории, в которые выходите, там везет эти самые карты Гернгер-Ванхайм всех метаболических путей и так далее. Но времена изменились. А еще лет 15 назад, еще 10, в любой уважающей сейчас идеологии висела здоровая фактор метаболических путей. Заказывали реактивы, а дети бесплатно присылали. Вот. И это забавно, как следует? Это было еще одно, они делали взятку математику на это, я там через раз про это буду рассказывать. А потом когда стали приходить массовые данные, стали рисовать всякие другие действия. Например, можно рисовать регуляторные. Я, собственно, к примеру уже приводил. Значит, там вершины это факторы трансписции и структурные гены, а лёжа это кто кого регулирует. Но если массовые данные, то кто с кем связывается? Бело-белковые взаимодействия, можно смотреть синтетические риталии, можно смотреть на основе той экспрессии. То есть, две горшины гены, а они сегодня рёбра по рёбраме, если они экспрессируются, то есть, у них сильно скрелированные паттерные экспрессии, там, в разных клетках или в разных условиях. в разных условиях и кучу всякого графа другого раза. И, начиная с маленьким детством, когда у нас есть граф, он же сеть. такими параметрами можно это описывать. А, тут у меня есть стандартные упражнения. Можно рисовать такую сеть. Значит, вершины вне люди, вне рёбраме если они знатут. Ну, например, определение запомнить, они когда-нибудь друг друга называли по имени или по имени. Непосредственно причём. Или там, когда-нибудь разговаривали. Вопрос, значит, сколько, какова минимальная длина пути от каждого из вас до десять краев? Гританский, прошу, прощения. Ну, оцените. Пять или шесть. Пять или шесть. Так. Так, ещё гипотезы. Ну, да нет. В целом, это плюсов separation. Я сейчас знаю. От каждого человека до каждого не больше семи цветников. Да, это как бы попёрное упражнение. Но вопрос был, на самом деле, заряженный. Вот. Значит, на самом деле, сейчас, я что-то запутался. Я думаю, что сейчас гарантированно три. не знаю, что вы знакомы со мной. Я был знаком со своим дедом Михаил Васильевичем, а он был знаком с большим количеством людей. Да, он, например, знаком с сэром Майку Матий, председателем Лондонского Математического Общества, а который уже, не самому Лондонского Математического Математического Общества, а который уже, несомненно, он посовет в Викторской империи, поэтому он не милует. Три вам гарантированно. Три вам гарантированно. Три человека будут, а три человека будут, не так даритов. Я думаю, что на самом деле посчитать можно лучше. Математики любят, есть такой математик Эрдош, который как раз графом занимался, я потом про него буду говорить. Вот. Есть понятие многолочного савтра. И придумали понятие число Эрдоша. Это расстояние математики до Эрдоша через савтра. То есть у самого Эрдоша число Эрдоша ноль, у него непосредственно савтра единица, и она представляет число людей, которые настаивали единицу по двух словам некоторое время назад, а вот это оно уже замкнуло. Да? У того, есть какой-нибудь я публикую. А вот там вторых и третьих довольно быстро это склопывается, то есть самая тематика довольно быстро склопывается, она оказывается довольно плотно множество. вот. Значит, есть художественные различения? Что это содержает? Что есть у графа? Ну, во-первых, у графа есть количество вершин и количество ребер. Да, это самое простое. на самом деле, вместо количества ребер разумно смотреть распределение степеней вершин. Вероятность того, что он случайно в пятой вершины будет коррект. Но, соответственно, если граф добавленный, то можно еще отдельно смотреть входящие степени и исходящие степени индегреем, 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 ребра, которые выходят, ребра, которые входят. Взяться, что если мы знаем количество вершин и знаем определение степеней вершин, то мы можем среднее число вершин у графа по счету. Хорошая величина и средняя длина пути вверх вершины. Она показывает, от какого графа идут. Не любого пути, это плохо написано, а минимального пути, конечно. Вот. Здесь, смотрите, здесь включаем хит. Определение отключения степени в данном случае такое. Каждое ребро существует с какой-то фиксированной вероятностью. Мы берем любую пану вершин, и они связаны ребром с вероятностью P. Какое будет определение степени вершин? Ну, там, легко загадаться, что он будет плосомским. Хорошего у вас должны быть научить плосомское распределение. Конечно, хоть слово кто-нибудь помнит плосомское распределение? Замечательно. Самый простой способ себе представить плосомское распределение, за помощью такое. Если у вас есть тесто с изюмом, сколько изюм будет в одной булочке. Это когда потомское распределение есть. Вот. Здесь то же самое, фактически. У вас есть сколько-то ребер? каждый ребро попадает в фиксированные вероятности. То есть распределение до степеней будет по слову. И вот тут есть чудесная теорема надушерений, которая говорит вот что. Давайте мы возьмем фиксированное число вероятности доказывается, но идея вот такая. Давайте мы возьмем граф с фиксированным числом вершин и будем менять эту вероятность существования ответного ребра. Понятно, что у нас будет. Когда вершин очень маленькая, то вершин очень мало, и они практически где-то вершин очень мало, вершин изолированные точки, а какие-то редко-редко седние ноги. Когда ряда становится побольше, вершины будут маленькие трешки появляться. С другого конца безумно большая гребра серио-редики. Ну тогда ясно, что граф почти шаглика. Клик не в смысле правовые клики мирового монтолизма, а клик из математического термина. А клик это граф, у которого все вершины и все вершины изобили. Если лямбда очень большая, И игра представляет собой почти шпилу, в отношениях. И теория Радыша Рейни говорит, что это на самом деле ровно два поведения. Что промежутшей ситуации практически нет. Один есть фазовый переход, что в какой-то момент, вот чуть-чуть увеличивали нам до, что игра из большого количества маленьких компонентов, случайно, превратилась в одну гигантскую компоненту, ну и плюс что-то на полях, что еще не спело подсоединиться. Определение гигантских компонентов, она только тропально. Опять, поскольку это доказывается в пределе и распределяющихся бесконечности, то гигантские компоненты — это такой подграф, размер которого есть линейная функция, от общего размера грамм, то есть от торговцев, связанная. Максимальная связанная компонента становится гигантской в том смысле, что она захватывает почти все гигантские. Число гигантских компонентов сравнимо со числом гигантских. Отношения, ну не помню, ладно, я не помню на самом деле точной проблевки, но идея очень прозрачная. Когда вот мы чуть-чуть поменяли вероятность, из большого количества изолированных, маленьких популяров связанных, завершивающихся число этих слипов. Не каждый с каждым, но слипы в том числе, что можно пройти, только ее связанные компоненты можно пройти и задать вершину в другую. И средняя длина пути в таком графе пропорциональному логарифму, опять, средняя длина кратчайшего пути между такими вершинами, если он есть, пропорциональному логарифму количества вершин. И это такое случайное граф, это то, что будет, представлено, в таком простом моделировании графа. Экономические графы не таковы. И вообще природные графы, которые возникают естественным способом, а дальше я буду рассказывать неправду. Я буду рассказывать, более точно, я буду рассказывать сильно идеализированную версию правды, про которую все думали, что так и есть некоторое время, а потом кто-то аккуратно посчитал и оказалось, что они в комментариях. Но хотелось, чтобы было вот так, хотелось, чтобы были так называемые сети свободные от масштаба. Под приводник, которые, или технические, которые мы вот реально наблюдаем. Сети свободные от масштабы устроены как выкоподеление степени вершин, устроено по степенному закону, с показателем степени между двойкой и тройкой. Если гамма больше трех, то там графка, в общем, отсюда не возникает, там интересных свойств в этих графах нет. И если гамма в окно-бум, просто один большой хап, хап – это вершинец, с которой выходит очень много рыбок. Это неформальное определение. Я сейчас скажу, наверное, куда она берется. Дальше говорится, что расчеты сети обладают вершинными свойствами. Во-первых, у них средняя длина пути меньше. Это не логарифм P, а лог-логарифм. А вот когда здесь у них есть действительно хапы. То есть есть вершины, у которых рыбок очень много, а у большинства вершин рыбок очень мало. Термин, я не знаю. Вы когда летаете в самолёт, то есть такое чудесное исключение – смотреть карты маршрутов. Для аэрофлота это очень интересно, потому что аэрофлота, фактически всё, идёт от Москвы. Да, в России у нас тут очень хорошая страна, потому что она длинная. Но, в общем, я думаю, например, что если вы носите полететь самолётом из Новосибирска в Красноярск, то вам не миновать присадки в Москве. У меня сильное подозрение. Другой дел в хапелок никто не будет. Таких региональных центров почти нет в России. Но с Новосибирским проектом тогда здесь сделать-то не получилось. А если это Европа, то у европейских компаний хабы будут у себя в стране. И обычно он тоже в общем один. Ну, в Германии скажем несколько. В Германии, в Газии, есть хабы в Мюнхене и в Ла Франклоне. Точно, по-моему, это ещё. Да, хабы в этом месте идут смотреть на чужие. Где их ремонтируют, где основная оплата, да? А в Америке это хорошо видно. А в Америке у каждой компании несколько хабов. Причём хабы избегают из этих этих городов, чтобы не толкаться в аэропорту. И идея вот такая. Представьте себе, что вам нужно лететь из города Москва, штат Огайя, город Санкт-Петербург, штат Форида. Это реально шлющие города на всяких случаях пришло. То есть в Москве и Петербург людей летает мало. Но Петербург, Санкт-Петербург ещё город относительно большой, а Москва город совсем маленький. И если вы хотите пускать там самолёт, то он будет летать там раз в две недели, иначе он не будет наполняться. Самолёт, который летает в раз в две недели, никому не нужен. Потому что за две недели можно наш мобиль дает. А самолёт нужен, когда он у нас приедет, и он гарантированно фиксирован на неделю. Поэтому делают так. Берут хабы, где они в центре Америки. Или там, где люди много летают. И все рейсы пускают через этот выклад. Из этого хабы куда-нибудь ещё. Значит, тогда вы утром зайдите на самолёт «Москва-Хаб». В Техасе, да? В Остине. Значит, Москва-Остин. Пересаживайтесь там на самолёт «Остин-Санкт-Петербург». И вот вы сзади прилетели наш мир за полдня. Слава вам счастья. Следствием этого является то, что карта устроена так. На таки несколько вот таких вот очень мощных точек, из которых практически все рейсы ведут. Ну, чуть-чуть иногда бывают там какие-нибудь такие мини-хабы, где маленькие региональные центры, где там чуть-чуть больше рейсов, таких-то ещё круглого. Ну, реально, в общем, там есть вот несколько... Вообще пять портов, а вот очень единичные. Очень забавно, если вы в маленьком городе. В маленьком городе рейса плала, там, не знаю, там, два-три-четыре в день. И обычно это не искали о комбайне. И эти рейсы ведут, соответственно, вот из этого маленького города, ближайшие хабы искали о комбайне. Можно выбирать. Значит, откуда берётся... Вот вместо того, как мы начали с реакцией считать, а потом меня кто-то спросил, я подумал и сообразил. То есть, если мы теперь берём общую карту перевозок, вот общую карту рейсов, значит, от американских камер-компаний то мы получаем, как раз, в хорошем приближении, вот такую вот свободную атмосферу. И что, что я вам описал, это не то. Я вам описал два резко разделённых класса вершин. Практически единичные, ну там, вот, и в которых, и там очень мало вершин, там буквально две-три или четыре, значит, которые являются большими тапами. Полностью без приближающей ситуации. Значит, ответ состоит в том, что в Америке много авиакомпаний. Ихабы у них разные. И авиакомпания разные размеры. Поэтому, когда середина, это тоже хабы, вот середина этого распределения, такие вершины со средним количеством, средним количеством ревер, со средней степенью, это просто хабы авиакомпании поменьше. Вот. И дальше есть, в общем, дальше можно по-разному развиться. Вот можно, так сказать, я одно время, поскольку эти журналы по определению бросовые, я просто выдирал из них их картинки. Значит, если карты, там долго раскладывал, потом над ними медитировал, такое чудесное занятие. Вот. Сейчас я две байки про эту поводу. Сейчас все равно начну просить и рассказывать, я тогда ничего с дежением не расскажу, а потом байки рассказывать. Ого. Значит, байки две вот какие. Первая байка не такая, случайно, просто случайно из моей жизни. В 90-е годы в Америке, в Америке, было что-то чудесное понятие, произвело билет на самолет. Значит, это была компания «Дельта». Они очень недавно существовали, потому что, по-видимому, русские люди про них узнали и систему полностью подорвали, как всегда. Ого. Значит, для компании «Дельта» был такой специальный билет, который можно было купить только в Америке. То есть, в Америке его купить был нельзя. Он там работал на месяц или на два, я не помню. Но на месяц точно был, а у нас их были и более длительные. Который давал право человеку сесть в любой самолет «Дельта», если в нем есть свободные места. Свободные места, как правило, есть. Редко бывает, когда самолет залит бог. Бывает, но. Вот. И я, как раз в Атланте, где был Хаб, и я просто оттуда летал к родителям на выходные. Значит, не играть там. Ну, вот один раз я заплатил за него. А после этого я к родителям летал на выходные. У меня было еще такое дельта расписание, такое толстая на бумаге, да, интернет? Особенно не было. Вот. Вот книжечка такая. Или я там прямых маршрутов. Или я был случай, когда я не смог сесть на прямой самолет, потому что он сильно будет переполнен. Вот. И я так чуть легче полетел. Значит, еще так подобрал просто два связанных самолета. Вот. Такое чудесное было развлечение. Вот. Но это такая зачем личная пайка? Да? Про то, как хорошо жить в пайке. А дальше я носить обладаю чудесным свойством. Да, вот если... Значит, давайте графом. Ломать. Ломать граф будем следующим способом. Мы возьмем граф. Ну, почти свято. То есть, с гигантской компонентами. Да? Там могут быть какие-то царевые версии, но мы будем следить, что происходит с гигантской компонентами. То есть, как у нас получилась теорема Ронда Шарейни, когда имеется фазовый переход. То есть, гигантская компонента или есть, или есть, или нет. И переход между этими состояниями происходит очень быстро. То есть, это хорошо определенное понятие. Я вставал. А дальше будем делать следующее. Возьмем граф, значит, сначала обычный, такой случайный. Значит, будем у него убивать вершины по одной. Ну, соответственно, если мы убили вершину, то мы убили все ребра, которые в вершину приходят. То есть, смотрите, как у нас разваливается гигантская компонент. А потом возьмем граф свободный от масштаба и будем с ним такой же продержать. Возьмем эти два членов от рождения. Одно более очевидное, другое менее очевидное. Менее очевидное решение такое, что граф свободный от масштаба, устойчивее к отдаче разлучайной вершины, вот устойчивее, после разрушения, терпит больше удалений до развала, чем граф Дорышевский. Это можно себе представить, но это, как бы, все-таки не совсем привиально. Привиальное отречнение понятно. Что если у вас атака не случайная, а вы атакуете хабы, ну, например, по их степени, то вы эту чудесную свою сеть развалите, значит, теплощетно. Это легко себе представить. Потому что у вас есть сеть, а вы удаляете пересадочные узлы. И она разваливается на отдельной вершине. А байка вот какая в этой связи? Здесь вот у меня сам автор Леон Мерный, который я уже рассказывал, когда какие-то политические сети рассказывал, который живет в Бостоне и в Майки работал. И он одно время вот делал всякие сетевые затычки. Я потом, может быть, немножко тоже расскажу вам про эти работы. Я не помню, у него сайт есть или нет, мне же придется что-то расскажу. Вот. И вот он занимался сетями, сейчас занимался общими. А вот он делал вот что. Они тогда занимались белок-белковыми взаимодействиями. И там есть хорошая задача, очень плохо определенная, на самом деле очень задержательная. Вот какая. У вас есть граф, у вас на ребрах или есть веса, или их нет. И вам в этом графе надо выбрать тяжелый подграб. Если есть веса, то вы хотите выбрать тяжелый подграб. Если весов нет, то вы хотите выбрать плотный подграб. Да, в котором много ребра. Значит, проблема здесь вот в чем. Что, так как я сказал, на самом деле задача неопределенная. Потому что такое хороший, плотный подграб. Да, ну клика ясно по-хорошему. Но здесь клика не хватает одного ребра. Она еще хороша или уже нет. И дальше есть два дурацких определения, которые оба приводят к тривиальному ответу. Первое дурацкое определение, что хороший граф – это тот, с которым много ребер. Вот тогда это, в общем, полярт на поиску максимально связанных компонентов. Фактически. А после этого вы… Ну, в любом случае, какому подграфу вы тогда добавили крыши? Да, вы просто берете все связанные компоненты, каждый из них считаете ребра, получаете тривиальный межмысленный ответ. А второй, что хороший подграф – это тот, в котором большая, средняя степень крыши. Тогда тоже тривиальный ответ. Вы строите максимальную клику, что, кстати, очень сильно не тривиально. А дальше, если добавление максимальной клики любой новой вершины, ситуация только ухудшая. Потому что у вас теперь каких-то ребер нету, значит, средняя раньше была единица, если правильно нормировать. И вы его только портите. Значит, тоже ответ там разумный, но для других целей. А дальше оказывается, что если там можно придумать хорошее определение, там всегда квадратный корень где-то будет вылезать. Но если вы придумываете хорошее, разумное определение, то та, что это учтительно становится задача совершенно нерешаемой. И вот там начинаются всякие подвиги, как-то эти правила немного прокрутить, там какие-то мумерические соображения всякие достроить, что давайте, наверное, плотно покрасим много маленьких клик, поэтому давайте мы построим много маленьких клик, посмотрим, как они пересекаются, так переформулируем, то, что удалим куча разных, значит, по этой полной математики. И вот это вот он явился. Теория. Вот. Задача как раз пробиолог-голковое взаимодействие, если я правильно помню. Источник данных был пробиолог-голковое взаимодействие. Первые были массовые данные, которые такие сети позволяют. И нужен был к нему постдок. И он дал объявление, то есть на другое объявление, что вот лаборатория, занятия сетями, такими-то нужен постдок, какие-то ему люди присылали свои дни, да? На шутере. Севиль. И, значит, прислал ему любой человек, про которого Лёня политически некорректно и все, что ему брать в любом не будет, но хочет с ним поговорить. Так, чтобы от нельзя. В Калуле написано, что нельзя прийти в него в каталог, если ты не имеешь намерения его покупать, в принципе. Да, значит, нельзя приглашать поздоха на собеседование, если точно знаешь, что его не возьмут. Значит, это, значит, я Лёня на это мед не указывать. Вот. Ему было очень интересно, потому что парень был председателем местного палестинского землячества. Значит, Лёня его позвал. Так что это вполне разумный, действительно хорошо понимающий, значит, молодой человек, окутый из инженерной школы. Его тогда очень хорошо все поговорили. И Лёня напоследок спросил, о чем он раньше-то занимался. А говорит, как сказал ему председатель местной палестинской, значит, этой ячейки, «Я, если часто, с тем великорстомщине Соединенных Штатов». Так, все, в конец остается. Так, все. Да, это правда хнахаус. Как погрузить Америку в хаос? Надо взорвать там несколько электропостаций. Достаточно очень много. Страна на этом заполнится. Вот. Но это было... Кстати, хороший вопрос. Это было, по-моему, до... Этих самых, вот... До 9 сентября, когда башни-сизнецы взорвали. Вот, я думаю, что сейчас как-то за этим мальчиком мы сильнее присматривали. Так, все знают, что случилось? 9 сентября в Америке. Вот еще... Вопрос какого? Первого года. Да. Ну хорошо. Хотя это не надо объяснить. Вот. Ну вот. 11 сентября. 11 сентября. Я просто говорю, да. 11 сентября. Правильно. Спасибо. Все правильно. 11 сентября. Числа американские в другом порядке. Вот. Вот. Ну, на этом, собственно, степене вершин я тебе это уже рассказал. В обычной шкале, значит, вот это плосоновское распределение, а это степенное. В логарифмической шкале плосоновское какое-то степенное превращается в линейное, буквально логарифмическое, когда вы берете логарифм. Если взять вот эту формулу и слева и справа написать логарифм, то получится линейное. Значит, линейный ракурт. Вот это здесь есть. Вот. А есть еще, значит, на самом деле полезно понимать, что даже степени свободного масштаба, то есть там, где степени вершин определены степеновому закону, у них можно придумать много разных. И их хорошо умеет отвечать, да, потому что мы не знаем, как устроена природа. Ну, например. Такая обычная сеть свободная от масштаба. А вот между линейными вершин, вот это линейное. А есть такая штука методовикцент пластеризации. У меня здесь формула нет, но идея вот такая. Мы берем вершину, берем всех ее соседей и смотрим, какая доля ее соседей связана друг с другом. То есть у вас большой фрецент пластеризации, если все ваши друзья друг с другом тоже знакомы. А маленький фрецент пластеризации, если у вас есть там отдельный друг для того, чтобы ходить в походы, отдельный друг, чтобы играть на гитаре, отдельный друг, чтобы, там, я не знаю, еще чем-то заниматься, и вы тщательно друг с другом не знакомите, потому что зачем вам их не приедут. Вот. Значит, тогда у вас маленький фрецент пластеризации. И распределение степеней степени пастеризации для обычных простых график – это обычная постконстанта. И в дорожном графе, и в обычном степенном – это константа. Хороший вопрос, что такое К? К – это степень вершины. Это как эффект пастеризации зависит от степени вершины. А можно сделать вот такой график. Он строит вот такой фрактальный. Вы строите простой граф, например, из четырех вершин. Вы просто клику делаете, вы делаете клику из четырех вершин. Потом достраиваете, делаете еще три копии такого графа. И соединяете вершины, соответствующие друг другу. А, тут не все со всеми соединяются. Значит, да, вы все соединяете с центральными, а друг с другом их соединяете с вам. Значит, у вас случился новый граф. Вы опять делаете три копии, и опять с центральным графом соединено все, а друг с другом соединено с вам. Распределение степени вершин при этом получается такое же, как обычный степенок график, который случается построен. А трецент пастеризации все идет по-другому. Да, это алгоритм степени вершины, а это алгоритм трецентр пастеризации. И он тоже степенует. То есть, у вас теперь к степеному закону не только степени вершин, но и процент пастеризации. Ну, вот это как замок. В самом деле, имеет прямое отношение к биологике, потому что, скажем, если у вас есть какая-то сеть регуляторная, то очень естественно, что у вас там дублицировались какие-то факторы, и у вас часть сети фактически дублицировалась. Вполне можно себе представить такой нормальный репсодиопроцесс, который к чему-то похожему приводит. Или, например, если у вас есть белок другого и взводистая, и какие-то публиксы, то тоже, возможно, там целый публик инфлицироваться, и часть взводистый со старыми белками у нас летом. Модель, на самом деле, получается примерно такая. Вот. Ну, да, давайте чуть-чуть порассказываю. Наверное, митималическая сеть — это, естественно, значит, андартная картинка. Когда тут рёбра — это реакция, а точки — это метаболит. Ну, и красным цветом раскрашено, значит, такое грубое отделение до сети на таких функциональных модулях. Вот это такое хорошее упражнение. Да, нет, хорошее упражнение. Вот это там метаболических путей. Здесь ничего, кто-то поступает, где что-то. Ну, не везде. Значит, интересный вопрос, что вот это? И что вот это? Это биохимию еще. Цепку крепко слева или справа? Слева. Ну, там написано метаболизм, как гидрат, как можно догадаться, да. Ну, это не биохимию. А, ну, очень хорошо, и замечательно. Да. А это что такое? Мазок с мочилинницей? Да, это цикл, который называется, по-моему, цикл мочилин. Это вот агенин, агенин. Значит, вот это вот, да. А это микислот превращает. Вот. На самом деле, у нас стоит в том, что большинство бактерий и этот цикл, этот цикл существует наш мир. Вот так, чтобы они оба были целиком, в этом не в троизончике. Вот. А, ну, хорошо, а у тебя что такое? Да. Вроде похоже. Последовательно присоединяем к репидам. Да. Одни и те же реакции, значит, входят, и тут они и те инструменты, на самом деле. Да. Да. Это утренение или наоборот обкусывание репидов. Вот. Значит, это вот, это очень хорошее качество. Вот тут тоже вот этот цикл училин. Значит, это качество не очень хорошее слайд, но в целом ничего не видно. А это как раз вот та карта, которая не стенились у умных людей. Вот. Тут, я не помню, где здесь что. Вот здесь где-то синдосклеротиномы. Вот. Это, это киги-одинкут. Вот он, с циклом училины. Значит, это цитрулин, аркинин и армитин. Вот. Значит, это, как вот эти самые металлические пути лежат киги. И тоже, как бы, всевозможные реакции. Реально, конечно, очень мало где все это существует. Обычно их пластодельные пути, которые здесь есть. А дальше можно смотреть, какие же у этих чудесных вершин. У человека, у человека, у этого чудесного графа свойства. Он не совсем граф, на самом деле. Это мультиграб. Потому что, я бы говорил, что вершины – это метаболиты, а следующие – это реакции. Даже если мы выкинем в воду АТФ и всякие вот то, что я говорил, хокканский компаунд, да, я говорил, да, то многие реакции станут действительно простыми стрелками из одного к другому, потому что там присоединили фасфат или отрезали фасфат. Но не все, потому что есть честные реакции, когда ходят в абсолютном, там, ну, питос-фасфатном, что-нибудь там, пути таких много, да, когда ходят два разных вещества и, да, и честные, настоящие, вот, и получают что-то третье. Или, там, гиптулод, кавалитрозы, гиптулод, вот эта хрень вот такая вот, когда сахара переклиливаются, там два больших вещества ходят, два больших вещества выходят, то есть совсем вот такой. Вот. Ну, нормальный вариант невероятных, потому что у вас есть такой игрок, у которого два исходных, на исходных причины две конечных. Но на это все не обращают внимания. Вот. А дальше я хочу взять конкретно, там, скажем, третье спилы, то тут можно степень вершин там, для разных реакций смотреть, и они так, первым приближения, так я звонил технических координат, и так первым приближения там, почти линейно, там, с разным наклоном. Вот это вот мне, собственно, нравится, статус, который гигиенный участок, а потом тут загибается. Значит, тут есть, давайте я про неправду расскажу, и это не последний, что я тебе расскажу. То есть тут есть страшная неправда. Надо сказать следующее, что если вы возьмете любую функцию монотонно-обывающую, и ее нарисуете в обычных линейных координатах, он просто уходит. Да, она так даже говорит, монотонно-обывающий, вот такая-то вот так. А нет, наоборот, уходит плаву, вот так. А потом эти координаты превратите в два глифмических, вот это полглифмирование и потратите по кругу, то там почти наверняка будет на глаз очень хороший линейный отрезок. То есть, если вы специально не будете стараться, чтобы его не было, каким-нибудь нечестным приемом, например, сначала приставят глифмических, а потом, наоборот, взяли экспонент, то это вам гарантирует. И когда люди начали смотреть, так как было несколько работ, когда люди начали смотреть аккуратно, значит, какие-то пытаются придумывать статистические тесты на степенное распределение, показалось, что, конечно, по-хорошему, ничего такому не подчиняется. Ну, и тогда все кунули, и вчера мы стали рисовать. В общем. Вот. И последний байк, который я расскажу, это про полеты альбатросики. Я не рассказывал. А, она чудесная. Значит, это называется «Прокурь телевизии». В физике я это очень люблю. Там история вот какая. Значит, это двумерное исключение облуждания в физике, которое устроено так. и отморительный тронус подвижения откуда-то следует. Значит, вы в произвольные моменты времени, значит, у вас постоянная скорость, вы, значит, двигаетесь прямо какое-то время, а потом случайным образом выбираете новое направление. А прогулка линии получается, если время между двумя этими самыми точками, то есть длина отрезка, значит, распределена по степенному закону. И там очень многое приключали, там какие-то чудесные свойства этих прогулок линии получать. В общем, это в физике, значит, страшна, значит, важная понятия. Я это сам не знаю, а я просто рассказывал какому-то, даже не я, мне рассказывали, там кто-то из моих учеников рассказывал, значит, своему мужу физику в соответствии учениц. вот. И Муфий сказал, что да, да, мы физики все это хорошо знаем. В общем, это по практике. Вот. Значит, теперь опыт. Статья в натуре. Вот. Значит, опыт такой. Берем колонию альбатросов на каком-то острове. Вешаем им на шею датчики, которые сообщают, что альбатрос находится возле хелеввода. Значит, тогда ГПС еще никакого не было, поэтому где альбатрос это дело это не сообщалось, а просто сообщалось возле хелеввода. И проверяем следующую гипотику, что альбатросы ныряют, значит, вот по этому самому статистикленному закону соответственно получается продукт клей. Альбатросы ныряют, потому что они рыдут, значит, и глаза, понимаю, и ели. Альбатросы, они довольно долго при этом. Они там порядок, и, по-моему, они довольно долго уходились, не садятся. А то они не отдыхают на маке, а они ныряют в воду и ныряют в воду. И дальше какие-то всякие физические теоремы, что это вот такое поведение оптимальное, если у вас добыча организована в косяки, тогда у вас есть длинные перелеты между косяками, если вы нашли косяк, то вы уже начинаете туда нырять, потому что какая-то была большая наука, почему такое поведение альбатросов оптимально для альбатросов. Это была первая статья Анатуре. Вторая статья Анатуре была такая, они наконец-то посмотрели не только на распределение длинных, отрезков времени между погружениями, но они еще посмотрели на сами серии. То ли их только доумил, то ли сами оказались умными, может, что-то еще хотели посмотреть, не знаю. Они посмотрели на сами серии. И оказалось, что самый первый вот этот вот участок, который дает длинный хвост степенового, тяжелый хвост степенового распределения, не экспоненциального, а степенового распределения, более тяжелый хвост, чем не экспоненциальный хвост. Или плосозный хвост. Это первый отрезок. Если первые отрезки из этих серий убрать, то, значит, все эти самые альбатросы на ухо все накрываются. Значит, теперь представьте себе следующую чудесную ситуацию. Вот вы альбатросы, живете на острове, побежали непонятные пятьки и на шее на цепле непонятного христа. Значит, страшно напугали. Ильбатрос первое время никуда не летит, никуда не ныряет. Он сидит и, значит, отдышивается от этого приключения. Вот. Это была вторая статья в натуре. вот, значит, и как-то взять две статьи в натуре. Это сначала на приключение христа, а потом на статье про то, какими же дураками мы были. Вот в чистом виде. Никакого другого содержания там не было. Но нет, там в этой статье там был типо формальный тест на степенное распределение. Там один из первых. В этом смысле оно методически вполне полезно. Он такой очень наидный был, но в домашних хозяйствах он пригодится. Вот. А там, да, между этими статьями там была куча другого. Там уже и оказалось, что и швили так же летают между цветочками, и олени так же бегают между кустами. В общем, там, значит, злот умнее, все в этом, конечно, открывается. Вот. И потом потихонечку спикрыли. Все. Вот.